Я напоминаю всем телезрителям телеканала Алматы и телеканала «Боец», что ведется прямая трансляция из казино «Эл-Плаза» с турнира «РПАП». Город Копчегай, Казахстан. Главный бой турнира. Я прошу приветствовать профессионального бойца из Турции, город Стамбул, команда «Шидокан ММА», «Фируз Орел Мамадов». Ну вот в лучших традициях мировых промоушенов мы видим эффектный выход «Фируза Мамадова» по прозвищу «Орел». Представляет он Турцию, город Стамбул, команда «Шидокан ММА». 27 лет «Фирузу», рост 166 сантиметров, 6 поединков он провел, 5 выиграл, 1 проиграл. Двукратный чемпион Азербайджана по панкратиону, чемпион Турции по грэплингу, чемпион Азербайджана по М1, чемпион Турции по ММА. Является первым номером по ММА сборной Турции. Что ж, «Фируз» представляет Турцию, но хочу заметить, что сопровождает его выход известная чеченская мелодия. Приветствуем Байса из Турции. Красный угол. Я приглашаю казахстанца Алматы и команда «Аллаш Прайд». Встречайся, Ермек Аль-Асат Тлауф. Итак, оппонировать турецкому спортсмену будет Ермек Аль-Асат Тлауф. Представитель команды «Аллаш Прайд», 30-летний спортсмен, его рост 1,75 см, его рекорд в ММА – 7 побед и 2 поражения. Участник турнира «Файт Найтс» выигрывал там поединки, также выигрывал бои на турнире «Аллаш Прайд». Ну и да, возвращаясь к тому, что я говорил в начале трансляции, что Ермек выступал в Москве, он известен российским поклонником ММА. И доводилось читать его интервью, посвященное этому поединку. Он отметил Ермек то, что его соперник из Азербайджана хороший ударник. И в то же время Ермек постарается что-то противопоставить ему, если получится, с помощью борцовской техники. В то же время никаких шапкозакидательских настроений со стороны местного бойца слышно не было. И более того, доводилось общаться с Ермеком. Могу сказать, что это прекрасный, скромный парень и высококвалифицированный спортсмен. Могло. Представляем вам бойца в 24 лет. Рост 175-166 сантиметров. Рекорд ММА. 5 побед. Одно поражение нольничей. Он является двукратным чемпионом Азербайджана по панкрециону. Он является чемпионом Турции по грэплингу. Чемпионом Азербайджана ПМ1. Чемпионом Турции по ММА 2015 года. Этот поец. Поец номер один по ММА в сборной Турции. Встречайте. Фирус Орел Маманов. Его соперник в красном углу. Представитель Республики Казахстан. Город Алматы. Команда Алаш Прайд. Возраст 30 лет. Рост 175 сантиметров. Рекорд ММА. 7 побед. Два поражения нольничей. Победитель международного турнира по смешанным единоборствам ММА. Победитель международного турнира по смешанным единоборствам по ММА. Победитель международного турнира по смешанным единоборствам ММА. Я знаю, и представитель Турции. Все прекрасно понимают великий и могучий русский язык. Ну, очевидно, таким образом подчеркивается статус этого боя. Да, но мы видим, что Фирус Мамадов, так же, как и Джон Джонс и Андерсон Сильва, предпочел присесть на дорожку. Ну, давайте посмотрим первый раунд. Работает передней ногой тлаов. Фирус Мамадов поменял стойку Мамадов, но ненадолго, правда. Да, Ермек старается бить оппонента, как говорится, его оружием, ударной техникой. Вот сейчас выход на гильотину сорвался. Не смог удержать захват Ермек, и в итоге гильотина не состоялась у него. Хорошо садится Фирус Мамадов в маунт, и тут же подтаскивает соперника головой к сетке. А вот за сетку хвататься нельзя против правил. Да, после бодрого ударного начала повязали друг друга. Ермек сейчас, видимо, хотел пытаться забросить ноги на треугольник или просто прижать соперника к себе, но пока не получается у него выбраться из этого положения. Мамадов достаточно неплохо контролирует оппонента. Ты знаешь, Роман, может быть, какой-то обман зрения, но пока складывается впечатление, что Фирус-то помощнее прилично. Чисто физиологически, как говорится. Ну, он покрепче смотрится, да, визуально. То есть, вроде и все верно делает Ермек, но вот где-то не хватает именно мощи физической, чтобы прием оказался эффективным. И делает скручивание, видимо, с попыткой выйти на рычаг локтя Ермек. Но очень легко вырывается Мамадов и берет Ахилл. Пытается сделать ущемление Ахиллова сухожилия. Оставил он эти мысли, и в итоге поединок переходит в привычное русло. Позиция гард. Возвращает стойку. А, простите. Но я понимаю, что ты выдал желаемое за действительное. Ты тоже хочешь посмотреть на бойцов в стойке, потому что активности пока не так много. И, в общем-то, Ермек сейчас делает все, чтобы максимально соперника завязать, заставить его ошибиться. Вот посмотрите, как здорово освобождает свои руки Мамадов. И вот нашим бойцам не хватает вашей поддержки. Пытается освободить ногу Мамадов и освобождает ее, садится в маунт. Очень интересно, что сейчас Ермек предпримет в этой ситуации. И забирает руку на болевой прием, но терпит, терпит Ермек Тлао. Плечо не зафиксировано у Ермека Тлао, поэтому, да, рука все-таки вырывается. Но положение было очень опасное. И сейчас удушение применяет Ермек. Нет. И здесь тоже разрывается захват. Но по мере того, как спортсмены проводят поединок, они потеют. И, соответственно, уже выполнить такой захват или прием становится делом все более затруднительным. Все скользит. И сегодня мы видели, что даже останавливался поединок для того, чтобы вытереть одного из спортсменов. Ермек, посвящен, посвящен. Ермек, полное количество. Десять секунд. Вот, вот. Десять секунд. Десять секунд. Десять секунд. Два, два, три. Два, два, три. Стоп. Первый раунд позади. Очень интересным и насыщенным он получился. Вот так. Не обозначил четкого преимущества. Да, и вот так спортсмены очень тепло друг друга поприветствовали, поблагодарили за проведенный раунд. И, действительно, обоюду Остром он вышел с равными шансами на успех. Оба спортсмены предпринимали попытки закончить бой. Поэтому, очень интересно будет смотреть, что будет дальше. Ермека. Ермека. Так, спортсмены отдохнули. Насколько успели, конечно. Не слышу я, к сожалению. О, не прошло десяти поединков, как рефери делает спортсменам замечание за пассивное ведение боя. Ну, все-таки мейн-эвент, главное событие. Очевидно, тут непростительно. Но, с другой стороны, я не сказал бы, чтобы спортсмены бились прям очень пассивно. Они работали в борьбе достаточно интересные. Да, 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 да. Не смог противостоять этой гильотине Мамадов и достаточно опытный борец. Вынужден постучать в знак Дачи и признать свое поражение. Уважаемые гости и зрители, приветствуйте. Для награждения приглашаю президента профессионального бойцовского клуба «Алашпрайт» Даньяра Каскараула. У нас все. Уважаемые гости и зрители, в главном бою вечера, во втором раунде, на времени 0 минут 28 секунд, победу одержал Ермек Аласад Тлаово. Поздравляем Ермека Аласад Тлаово с победой над, на самом деле, очень сильным соперником, потому что Феруз Мамадов произвел очень хорошее впечатление. И я думаю, что вот эта победа, она ценна. Да, вот опять же, тепло приветствуют после поединка друг друга бойцы. Ну, а что можно сказать? Сегодня поклонники Ермека Тлаово и вообще ММА в Казахстане пойдут домой в хорошем настроении. Да, друзья, фото на память. Сегодня была обширная программа, 10 поединков мы с вами посмотрели. Самые разные впечатления оставил турнир, но, по крайней мере, равнодушным, я думаю, никто не останется. И действительно есть определенные вопросы по судейству, но, наверное, это такая маленькая-маленькая ложечка дегтя в большой-большой бочке меда под названием турнир Алаш Прайд, который завершился в Алматинской области. Ну да, и думаю, те, кто впервые смотрел этот турнир, открыли для себя немало интересных имен молодых в современном микс-файте. Да, видели мы очень красивые эпизоды, видели и досрочные победы, видели и победы по очкам. И в каком-то смысле и сенсационные победы. Да, если учитывать характер боя, да? Да, были неожиданные результаты, безусловно. Но, опять же, мы возвращаемся к тому, с чего начинали, что ММА в Казахстане развивается очень быстрыми темпами. Конечно, пока говорить о конкуренции с Россией не приходится, да, в силу того, что не так много турниров проводится и не столь они высокого уровня. Но, опять же, да, подвижки в этом направлении есть и действительно очень-очень большое будущее у казахского ММА. Поэтому, друзья, будем постепенно прощаться. Вот таким получился турнир Аллаш Прайд. Для вас сегодня работали Роман Мазуров и Вадим Фурсов. Всего доброго, друзья. Любите ММА, любите большой спорт. До новых встреч в эфире на телеканале «Боец». Счастливо, пока. До свидания. Продолжение следует...